Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 19 июня, у меня немного стало посвободнее, осталось высадить там в самые-самые закоулки, дальние уголки. И у меня есть возможность показать вам томаты, которые и в открытом грунте уже хорошо завязывают свои плоды, наливаются кисти, которые будут спеть первыми. Вот это сорт челнок. К сожалению, у меня нет картинки красочной, у меня вот есть только старая, осталась пачка. Я вам сейчас прочитаю, что о нем пишет производитель и познакомлю вас с ним, ну тех, кто не знает. Многие его выращивают. Челнок это ультраскороспелый сорт для открытого грунта. Растение штамбовое, высотой 40-45 см, плоды сливовидные, с носиком. Вот видите, вот этот носик, это характерная чертовота, ну остренький носик, характерная черта сорта челнок. Плоды сливовидные, с носиком, 50-60 грамм. Ну тут посев, высадка в грунт, схема посадки. Рекомендован для употребления в свежем виде засолки цельноплонного консервирования. Я высадила их буквально не так давно. И вот уже, смотрите, первая кисть налилась, потом вот вторая уже в такой стадии. Вот третья уже видно зависть. Вот четвертая уже отцветает. Пятая, буквально за короткий период, 5 кистей он уже дал. Благодаря чему такая скорость? Конечно, потому что куст маленький, штамбовый, как вот здесь написано, сколько он там, сейчас считаю сантиметров, а 40-45 см, он не тратит время на наращивание вот этой зеленой массы. Только его посадишь, сразу начинаются цветы, сразу начинаются плоды. И получается так, что пока я остальные томаты высаживаю в открытый грунт, за это время, вот за одну, за две недели, сорт челнок уже сформирует свои плоды, и начнется у него стадия созревания. Конечно, их можно высаживать и в такие вредки, ну как обычные томаты, но я обычно для таких томатов, вот видите, он у меня на маленьком колышке, у меня вот здесь вдоль теплицы, вдоль одной теплицы я показывала там таймыр, буян, а здесь у меня гном, челнок, потом москвич, все томаты с небольшими плодами, и которые дают очень-очень ран на урожай. Они никому здесь не мешают, вот сейчас он немножко и весь-весь покроется вот такими сливовидными, с носиком, очаровательными плодами, и это, скорее всего, будут самые первые поспевшие томаты в открытом грунте. Так что видите, какие они разные томаты. Одни я только высаживаю, другие за это время уже успели, ну как, сформировать свои плоды небольшие. Пусть они будут не крупные, пусть они будут мелкие, но первые томаты все равно самые вкусные. И никогда не понимаю людей, которые пишут, что все ранние скороспелые томаты это кислятина. Как можно говорить это о томатах? Они такие ароматные, они такие красивые, блестящие. Даже пусть он будет немножко с кислинкой, но это приятная кислинка, особенно если вырастил его сам, он самый-самый вкусный будет, даже если это скороспелка. Все, до свидания. Продолжение следует...